Всем привет! 15 августа 2019 года пилот гражданского самолета Дамир Юсупов совершил аварийную посадку лайнера посреди кукурузного поля из-за отказа обоих двигателей. Благодаря профессионализму капитана воздушного судна и другим не менее важным факторам в результате посадки все 233 человека, которые были на борту, остались живы. Произошедшее событие оказалось в новостных лентах не только в России, но и за ее пределами. ЧП поджуковским сегодня в центре внимания всех мировых СМИ, которые называют происшедшее чудом и восхищаются мастерством экипажа аэробуса. Вот лишь некоторые заголовки и цитаты. Чудо на кукурузном поле. Летчик-герой благополучно приземлил российский самолет. Россия стала свидетелем чуда. Самолет с убранными шасси приземлился после столкновения с птицами. При посадке самолет буквально вспахал поле. Этот инцидент сразу же сравнили с посадкой А-320 на реку Гудзон в 2009-м. Пилот достойный звания героя. Капитан Дамир Юсупов запросил аварийную посадку в аэропорту, но затем решил посадить самолет при первой же возможности. Самолет уральских авиалиний совершил чудесную аварийную посадку. Дамир Юсупов, как капитан корабля, взявший нештатную ситуацию в буквальном смысле в свои руки, мастерски выполнил посадку и в одночасье стал национальным героем. Официальная награда не заставила себя долго ждать. И уже на следующий день после аварийной посадки президент сообщил о присуждении каждому из пилотов звания Героя России. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа ожидают мужество. Жизнь Дамира Юсупова, как и жизнь каждого из нас, состоит из множества стечений, про некоторые из которых мы и расскажем в этом выпуске. Вторая попытка. Любовь к авиации у меня была с детства привита. Я себя видел только пилотом. Следуя по стопам отца, который был командиром экипажа на вертолете Ми-8, отучившись в школе, Дамир Юсупов направился в летное училище. Однако поступить туда у него не получилось. Он всегда мечтал о небе. Еще мальчишками папа брал их с братом Олегом в свой Ми-8. В детском альбоме сохранился снимок, где юный герой в фуражке пилота. Правда, после школы в летное училище в Сызрани не взяли. Были проблемы со зрением. После неуспешной попытки воплотить в жизнь давнюю мечту, юноша был вынужден смириться с действительностью и двигаться дальше. Отучившись на юриста, отслужив в армии, работая, будучи мужем и отцом, к своим 32 годам, Дамир Юсупов стал сформировавшимся взрослым человеком, находившимся внутри вполне приемлемой зоны комфорта. Тем не менее, грезил о небе, постоянно хотел стать летчиком, все время говорил об этом. И в 32 года решил еще раз попробовать свои силы. Зрение восстановилось у него, чтобы потом себя не корить в дальнейшем. Если получится, получится. Нет, значит нет. Несмотря на все образовавшиеся в процессе жизни атрибуты счастливого человека, глубоко внутри Дамир Юсупов все еще берег свою детскую мечту стать пилотом. Поступил в юридический колледж, сходил в армию. Дальше жизнь пошла в другом русле, скажем так. Стал юристом. Потом просто выпала такая возможность поступить в летное училище. Попробовал, получилось. Я поступил в 32 года. Где-то годам 30 я уже, конечно, эту, скажем так, мечту-то практически похоронил. Я потом уже мечтал, когда накоплю много денег, может быть, там на частном самолете полетаю. Когда жизнь преподнесла возможность попробовать поступить в летное училище еще раз, Дамир Юсупов не стал воротить носом и обиженно отказываться, а наоборот. Он ухватился за эту возможность и со второй попытки сумел-таки отучиться и стать пилотом. Первый полет училища был 6 марта 2013 года. Как раз это был день рождения моего старшего брата. Я тогда пилотировал самолетом-2. Он был на лыжах. Когда полетел, у меня вообще такой... Я был самым счастливым человеком на свете. Единственное место в салоне. Отец у него вертолетчик, поэтому он всегда хотел быть летчиком. К этому стремился, готовился. Перед тем, как он поступил, он готовился два года. С красным дипломом он закончил два образования. Повернув на 180 градусов свою к 32 годам обустроенную во всех смыслах жизнь, Дамир Юсупов не только исполнил наконец-то свою мечту, но и встретил новую спутницу жизни. Уже будучи пилотом и должно быть по служебной необходимости перелета, Дамир Юсупов в пилотской форме оказался однажды одним из обычных пассажиров в салоне самолета. По интересному стечению обстоятельств, в этом салоне было только одно единственное место, и оно находилось рядом с симпатичной девушкой, сидящей со своей дочерью. Мы летели с дочкой на пассажирском сидении. Смотрим, идет человек в форме, пробирается. Мы на последнем ряду сидели. А больше мест не было свободных, только рядом с нами одно. Я говорю, вы, наверное, к нам? Он говорит, наверное. Сел к окну. Ну, дочка стала с ним общаться. По завершению перелета молодые люди не обменялись номерами. Но благодаря тому, что Дамир Юсупов подглядел информацию в билете сидящей рядом девушки, он смог связаться с ней, отыскав ее профиль в социальной сети. Весь полет они общались с моей дочерью, он развлекал ее, рисовал самолетики, помню. Приземлились, разошлись в разные стороны, а потом в социальных сетях получаю сообщения от моего будущего мужа тогда. Стали переписываться, общаться. Через полгода мы поженились. Столкновение с птицами Причиной аварийной посадки самолета Дамира Юсупова значатся столкновения с птицами, которые попали в двигатели лайнера и тем самым вывели их из строя. Столкновение лайнера, который взлетает на скорости под 300 км в час даже с одной крупной птицей, сопоставимо с ударом от падения 100-килограммовой гири с высоты в 15 метров. По статистике, более половины таких встреч приходится именно на двигатель. Турбина самолета спереди, как пылесос, затягивает птицу в лопасти. Они деформируются, возникает вибрация, дальше сбой топливной системы. В худшем случае лопасти рассыпаются и разрушают топливный контур, из-за чего возникает пожар. Пилоты могут отключить неисправный двигатель и погасить открытое горение, а дальше приземлиться на резервной мощности или спланировать, как это произошло под Жуковским. Несмотря на то, что сам факт столкновения самолета с птицами не является редким случаем в авиации, и зачастую не приводит к серьезным последствиям, в данном конкретном случае последствия все же оказались весьма значительными и еще не раз дадут о себе знать в будущем. Эту аварийную посадку 15 августа 2019 года часто и небезосновательно сравнивают с историей десятилетней давности, когда капитан Чесли Салембергер мастерски приводнил самолет с неработающими двигателями на воду. По одной из информаций, Чесли Салембергер даже посчитал бы честью и был бы рад пожать руку и познакомиться с Дамиром Юсуповым. И даже если это неправда, им действительно есть о чем поговорить, ведь у их историй так много общего. Оба события произошли 15 числа. Оба события случились из-за столкновения с птицами. Оба пилота с детства мечтали связать свою жизнь с авиацией. Оба пилота управляли самолетом Airbus. Оба пилота спасли всех людей на борту. Оба пилота стали национальными героями. И что получается интересно еще, так это то, что оба пилота встретили свою любовь, следуя за своей мечтой о небе. К интересным совпадениям можно отнести и то, что у каждого из пилотов есть как минимум один неродной по крови ребенок, и у каждого этим ребенком является дочь. Познакомиться с не менее завораживающей историей Чесли Салембергера вы можете более подробнее в другом выпуске нашего канала, посвященного специально ему. В пятницу Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Сликаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина удостоены орденов мужества. Как уже было сказано ранее, на волне эмоционального подъема выживших их родных и всего мира президент Российской Федерации, не дожидаясь официального завершения расследования, уже на следующий день сообщает о присвоении каждому из пилотов звания Героя России. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Такое высокое звание вполне предсказуемо многократно усилило позитивно-эмоциональный подъем общества, хоть и привело к некоторым вполне предсказуемым комментариям, возникнувшему не столь сильно опьяненных радостным итогом людей. Ребята, я хочу сказать вам, что никакого героического поступка он не совершил. Вы сейчас на меня можете наброситься, сказать, да, что ты там сидя дома начинаешь трепаться и оговаривать человека. Нет, он не совершил никакого героического поступка. Он совершил, проявил высочайший профессионализм. Высочайший профессионализм. Стоит, конечно, отдать должное таким смельчакам, которые могут по своему личному усмотрению пойти наперекор мнения большинства и сделать это конструктивно и с уважением. Ординарный, можно сказать, в особых случаях случай. Вот, если летчик идет в полет как на подвиг, это не летчик, это не профессионал, это не я сказал, не помню кто. Вот, включая все возможные отказы. Отказ двигателя – это, в общем-то говоря, притча во языцах, и этому учат на тренажерах кругом. Вот. Так что героизмом я это не назову. Он действовал так, как положено, слава богу, не растерялся. Вот в этом его отличие от других. Не углубляясь в тему справедливости присуждения звания Героя России, каждому из пилотов необходимо отметить, что сам Дамир Юсупов героем себя не считает. Многие говорят, что я герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить. Спасал самолет, пассажиров, экипаж. То есть, я думаю, что это было единственное решение, поэтому я себя героем не считаю. Более того, не считает героем и не видит причин для особой гордости и отец Дамира Юсупова, по стопам которого тут и пошел в авиацию. Да нет, у меня гордости нет. Ну, какая может быть гордость? Ну, это же я и сам вот работал вертолетчиком, тоже приходилось на вынуждение садиться. Ну, это же работа такая. Ну, что тут? Какой? Чем гордиться-то? Я считаю, что тут нечем гордиться. Ну, это работа такая простая, как у всех. Как у вас, как и у других. Я не считаю героизмом. Ну, понимаете, это же все так скоротечно произошло. Тут уже думать-то не пришлось. Тем более люди за бортом. Ответственность большая. И все-таки инстинкт самосохранения ведь тоже есть у каждого из нас. С утверждением, что пилоты, пусть и на высочайшем уровне профессионализма, но все же выполняли свою работу, на которую сознательно устроились и были в одинаково безвыходной ситуации с пассажирами, согласны и некоторые специалисты. Александр Валентинович, вы пилот, вы командир, но многие годы, воздушного судна. Вы-то уж лучше кого бы то ни было понимаете, что же там произошло. Свидетелем чего мы были? Всем добрый день. Я считаю, что, к сожалению, героизма, по моему видению, нет. Было профессиональный подход, обученность. Конечно, это мужественный поступок и непростой, потому что я вам скажу, что ни одного пилота не должны допускать на борт воздушного судна, пока на тренажере, на земле до автоматизма не отработается, в том числе и данная процедура экстренной посадки после взлета. Проблема, если это, конечно, можно так назвать, заключается в том, что общественность в России истосковалась по своим героям мирового масштаба. На фоне множества возникнувших проблем и несчастных случаев, нам катастрофически не хватало такого хорошего повода для общей радости и единения. Вполне естественно, что на всякого, кто пытается хоть как-то возразить к присуждению столь высокого звания, сразу же набрасываются и разрывают в клочья. Люди остро нуждались в героях, и они их получили, и только безумец осмелится забрать их награды или принизить их значимость. Как бы там ни было, в результате случившегося 15 августа 2019 года капитан и второй пилот стали героями России, а остальным членам экипажа достались ордена мужества. Масштаб пользы, преимуществ и возможностей, которые открываются перед героями России и их семьями, можно понять, ознакомившись со списком всех льгот и выплат, которые им полагаются. Помимо всего прочего, нужно понимать, что эти преимущества героя России запускают бесчисленное множество других стечений событий, которые неизбежно будут происходить с пилотами и их семьями всю оставшуюся жизнь. История чудесного спасения История чудесного спасения пришлась по душе миллионам людей по всему миру, и это неизбежно привело к востребованности и популярности главных участников событий. В центре внимания для большинства людей, конечно же, находится капитан самолета Дамир Юсупов, благодаря решительности и действиям которого все остались живы. Затаив дыхание, мы приветствуем нашего замечательного соотечественника Дамир Юсупов! Пожалуйста, Дамир, проходите. Добрый день, дорогие друзья! Немногословный и скромный на первый взгляд мужчина находится вне зоны своего комфорта в первых интервью от колоссального внимания к своей персоне. После того, как мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли, самолет начал снижаться, и произошло то, что произошло. История Дамира Юсупова так и напрашивается на экраны кинотеатров и, вероятно, однажды появится там и будет вдохновляющим рассказом о том, как важно никогда не сдаваться и идти за своей мечтой. Дамир Юсупов в результате череды разных стечений, сам того не осознавая, стал для большинства долгожданным героем современного общества и символом чего-то светлого и радостного. Без преувеличения можно сказать, что события 15 августа 2019 года навсегда изменили жизни многих людей и в особенности жизнь Дамира Юсупова и его семьи. В результате хоть и благополучной, но все же экстренной и экстремальной аварийной посадки треть пассажиров, которые направлялись из Москвы в Симферополь, отказались от этой затеи и решили вернуться домой. Более 70 пассажиров свои билеты все же сдали. Многие туроператоры идут навстречу, предлагают даже вернуть деньги за путевки или бесплатно изменить даты. Еще 80 пассажиров разъехались по домам. Вы только представьте себе, порядка 80 человек изменили ход своей жизни и запустили новую ветвь развития событий, отказавшись от перелета. Другие пассажиры и даже члены экипажа тоже оказались в совершенно новой волне событий, потому что из-за случившегося им пришлось подстраиваться и планировать свои дальнейшие действия с учетом возникнувших обстоятельств. Экипаж А321 после ЧП в Подмосковье отдохнет. Полетает на тренажере или сходит в отпуск. Об этом сообщили в авиакомпании «Уральская авиалиния». К сожалению, проследить судьбу всех 233 человек нам не дается возможным. Но и опираясь лишь на общеизвестные факты случившегося, становится очевидно, что жизненные пути всех людей на борту в той или иной степени подверглись трудноисчисляемому количеству изменений, причем как негативных, так и положительных. Разбираясь в причинах случившегося инцидента, предполагаемые виновники, из-за которых двигатели вышли из строя, были быстро установлены. Масштаб и редкость случившегося события стали темы многих телеканалов, новостей и передач, где чуть ли не в каждой из них обсуждалась причина, по которой в едва оторвавшийся от земли самолет попало столько птиц, что из строя были выведены аж оба двигателя. Вопросы появились к представителям летно-исследовательского института Громова. Его оборудование должно было отпугивать птиц от аэродрома. В институте заявили, все системы работали штатно. Общественное внимание привело к тому, что несмотря на ослепительный успех аварийной посадки, само событие усилило голос прежде недоносящихся до нас граждан, которые жаловались на свалку, находящуюся рядом с аэропортом и которая, как выяснилось, была даже нелегальной. Настоящее экологическое бедствие терпят жители пригорода Жуковского. По близости от домов горит нелегальный мусорный полигон. Дышать вблизи свалки стало просто невозможно. Пожарные с огнем не справляются. И все это в непосредственной близости от топливных цистерн нового аэропорта. Вся ситуация у Марии Самойловой. Огонь, клубы дыма и невыносимая вонь. Свалку на окраине Жуковского не могут потушить уже несколько дней. Жители всех окрестных СНТ вынуждены дышать этим отравленным воздухом. Мы здесь живем постоянно. Мы не приезжаем просто на дачу. Мы здесь живем. Просто просьба огромнейшая. Помогите. Сложно поверить. Еще два года назад сюда летом приезжали купаться и загорать. Теперь в карьере плавучий остров мусора. И груды отходов вокруг. О том, что водоохранная зона Москвы-реки находится в таком состоянии, администрация якобы не знала. То, что сейчас здесь происходит, ну, честно говоря, для меня новость. Я был на этом месте где-то год назад. Здесь было все намного более прилично. Просто у администрации нет таких великих полномочий, чтобы справляться с такими явлениями. А кто должен? Собственник. Куда только не обращались. Но никто ничего не чист. Опять отписки. Администрация, они говорят, что последняя их выходка была, что это мы засорили, мы засыпали. Жители, якобы. В администрации пояснили. Собственник участка – компания «Гарантстрой». Ее генеральный директор Родион Кузьмин тоже приехал проверить, как обстоят дела с тушением свалки. Но, увидев журналистов, почему-то передумал и уехал. Алло, Родион. Здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Россия», программа «Вести». Хотим вас пригласить. Мы находимся на свалке, на участке, который вам принадлежит, который используется под свалку, несанкционированную. Не принадлежит. Не звоните мне больше. Последний завоз мусора здесь происходил, видимо, незадолго до пожара. На валяющихся упаковках даты недельной давности. В ходе осмотра данных земельных участков мы выявили, что имеется несколько подъездов на данные земельные участки. Предположительно, завоз отходов осуществлялся через эти ворота. Но не только экологическая проблема пугает жителей окрестных городов. В один момент здесь все может взлететь на воздух. За забором новый аэропорт Жуковский и резервуары с топливом в непосредственной близости от очагов возгорания. Как только пожарным удастся справиться с возгоранием, сюда нагрянут эксперты, чтобы взять пробы грунта и оценить ущерб. Мы возбудили административное расследование. Существует практика по изъятию земель. Если земельный участок используется не по целевому значению, то его можно изымать. Что мы будем делать? В таких случаях собственник по закону не только лишается участка, платит внушительный штраф и должен компенсировать затраты на рекультивацию земли. Но это долго. Так что этот дачный сезон жителям, похоже, придется провести с грудами мусора под боком. Мария Самойлова, Александр Боткин, Владимир Зинуров и Олег Добин. Вести. Еще один объект, который может нести орнитологические риски для аэропорта, находится совсем уж рядом с Жуковским. Меньше, чем в двух километрах от него. Формально это, впрочем, не свалка, а сортировочный пункт. Но чайки явно не чувствуют разницы. И здесь они обитают целыми стаями. Нужно отметить, район аэропорта Жуковский облюбован птицами издавна. Он с трех сторон окружен руслом Москвы-реки. Здесь находится озеро Глушица, а также Генеральское озеро и несколько других. Это исторический район гнездования чайк. Много подозрений было и насчет незаконной свалки строительного мусора на берегу озера Глушица, где два года назад активисты Объединенного народного фронта выявили сбросы даже пищевых отходов. Мы с рейдом выезжали, ставили вопрос перед администрацией. Я так понимаю, что там еще руководство немножко поменялось. После этого свалку это начали, скажем, убирать. Насколько нам известно, сейчас туда мусор не завозится. И действительно, на озере Глушица рейд не обнаружил ни чаек, ни пищевых отходов. Сегодня стало известно, что сотрудники подмосковного аэропорта Жуковский, рядом с которым все и произошло, не раз жаловались в прокуратуру на засилье мусорных свалок в окрестностях взлетно-посадочной полосы. Именно полигоны с отходами, говорят специалисты, привлекают большое количество птиц. Надзорные ведомства, по утверждению руководства аэропорта, внимательно относились к обращениям, не оставляли их без ответа, проводили проверки. Однако результатов они, судя по всему, так и не дали. При этом подмосковные власти вовсе отрицают наличие свалок рядом с Жуковским. Мой коллега Дмитрий Новиков сегодня побывал в окрестностях аэропорта, пообщался с местными жителями, в общем, оценил обстановку. У нас две здесь свалки. Одна городская свалка, вот она, вон там, вот там она, городская. Туда все отходы вывозят. Николай Белицкий, местный житель подмосковного города Жуковский, знакомит нас с достопримечательностями места, где вырос он и выросли его дети. А здесь не санкционированная свалка, вот здесь. Вот, за этим забором привозят с города разную дрянь. Вот сейчас вы посмотрите. Как ведите нас? Вот, пожалуйста, здесь. Вот здесь раньше. Ихняя стоянка была, машинка. Это та самая стихийная свалка вокруг озера глушится. Именно здесь, а до аэропорта рукой подать, птицы находят себе корм. Вот, видите, весь мусор, все сваливают. Все нечистоты, которые привозят с города, все сюда сваливают. Все, все. Тут, может быть, и пищевые отходы, и строительные. Видите сами. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Целлофановые пакеты с пищевыми отходами. И таких пакетов здесь, видимо, невидимо. Чем не раздолье для птиц. Все было хорошо. Тут люди приезжали в Жуковскую, купались хорошо. Вода чистая, прекрасная была. Как этот завод построили, они тут вот, видите, все сделали еще. И мусор, вон туда, это озеро. По действующим законодательным нормам, в радиусе не то, что двух или трех, а 15 километрах от аэродромов запрещено размещение каких-либо свалок. Вся эта большая территория, где расположена свалка, была продана местными властями, частным компаниям. И эти частные компании со временем превратили эту землю вместо для мусора. Оказывается, местные жители не первый год бьются с администрацией района, требуя не только закрыть эту свалку, но и предотвратить появление новых. Вы знаете, здесь-то такой кошмар был. Администрацию сколько подавали, бесполезно. Здесь все было схвачено. Понимаете? В 2017 году об этой несанкционированной свалке сообщал подмосковный следственный комитет. Правда, тогда мусора здесь было значительно больше. В Минэкологии Московской области пообещали, что заставят оператора станции устранить все нарушения, а территория вокруг озера будет расчищена до 2020 года. Эдуард Пунигов, Александр Чуканов, Алексей Подстрельнов, Вести. Случившееся также привело к более внимательному мониторингу прилегающих территорий около других аэропортов, благодаря чему удалось обнаружить проблемные зоны и, устранив их, повысить уровень безопасности полетов. Эти горы мусора и стаи птиц находятся за несколько километров от города, но все равно несут опасность для жизни. Сургутский полигон твердых бытовых отходов вновь в центре внимания общественников. Свалка уже несколько лет эксплуатируется с нарушением. Она должна находиться от аэропорта в 15 километрах, по факту, на 300 метров ближе положенного. За четверть века здесь скопилось около 3 миллионов кубических метров мусора. Безусловно, такое место является привлекательным для птиц, а они – угроза для самолетов. Итак, вблизи уфимского аэропорта обнаружили крупную свалку строительного и бытового мусора. Сообщения о ней поступили от активистов Общероссийского народного фронта. Расчистку территории в районе села Березовка начал региональный оператор по обращению с отходами. Свалка старая, примерно 3 на 60 метров. Преобладает преимущество древесные отходы, строительный мусор. Собственник земельного участка сейчас устанавливается. Сегодня силами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне номер один свалку ликвидируем. Мусор вывезли на полигон в Черкасы. По мнению общественников, это место могло привлечь стаю птиц, которые предоставляют опасность для самолетов. После жесткой посадки аэробуса уральских авиаленей в аэропорту Подмосковья региональное министерство экологии усилило мониторинг местности рядом с аэропортом. С 16 августа мы, инспектора Уфимского территориального управления, с представителем администрации Уфимского района проводим регулярные рейды по выявлению мест несанкционированных размещений отходов. В основном, места навалов обнаружены нами в районе садовых товариществ. Данную ситуацию мы держим на контроле. Завтра повторный рейд будет в этом же направлении. Как видим, в результате, когда внимание всего мира стало сосредоточено на истории чудесного спасения, стали также всплывать другие и давно позабытые и нерешенные окончательно проблемы. И как итог, власти были вынуждены как-то реагировать, а не просто безучастно стоять в сторонке. Авиакомпания Уральские авиалинии, чей самолет и совершил аварийную посадку, сообщила о том, что всем пассажирам из-за случившегося инцидента будет выплачена денежная сумма в размере 100 тысяч рублей каждому, что в общей сложности составляет выплаты превышающие 22 миллиона рублей. Так как совершивший аварийную посадку самолет больше не будет использоваться авиакомпаний, уральским авиалиниям пришлось немедленно менять свое расписание и даже отменять некоторые рейсы, которые выпадали на уже непригодный для полетов лайнер. Погода летная, но рейсы откладывают. Уральские авиалинии сегодня отменили рейсы из Москвы в Новосибирск и в обратном направлении. Как пояснили в компании, мера вынужденная, лайнеров не хватает. Идем правее на САСах вдоль рядов кукурузы. Команда старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, произнесенная им после аварийной посадки для координирования действий пассажиров, сразу стала популярной и теперь используется для продажи различных товаров. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал и мы будем радовать вас интересностями. Вы знаете, в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok